Вы смотрите Вести Ульяновск. С вами Наталья Степанова. Добрый день. И в этом выпуске. Приближаем Новый год. В Ульяновске уже вовсю готовятся к главному празднику и украшают город. Опасен для себя и окружающих. Полицейские выявляют, часто ли горожане садятся пьяными за руль. Сориентироваться в любой ситуации. Педагогический дебют для молодых учителей. Новогодними огнями Ульяновск засверкает до 1 декабря. Именно к этой дате полностью завершат праздничное оформление города. Фасады зданий по традиции украсят световые гирлянды, панно и снежинки. В этом году, кроме сказочных инсталляций, на улицах появятся объемные светодинамические конструкции и декоративные арки. Если хочешь победить на конкурсе, левую пятку. А если вообще, чтобы все в жизни было хорошо, это, конечно, занос бабушку. Это главный талисман самих учеников и, пожалуй, самый яркий символ наступающей новогодней сказки. Фасад 12-й школы искусств уже украсили гирляндами. А во дворе с каждым днем появляются все новые фигуры. Проект праздничного оформления еще не реализовали. Но огни на собственной елке зажгли одни из первых. Планируем приобрести лазерное освещение, чтобы в воздухе, знаете, фигуры разные чертят лазером. И чтобы детям было... Ведь техника не стоит на месте, идет вперед. И хочется чем-то удивить и порадовать наших детей. А наши дети достойны этого. Меняют облик и центральные улицы города. На Гончарова монтируют новогодние шары, которые засверкают российским триколором. На кольце перед Центробанком вновь расположится целый снежный квартет. А прогуляться до них можно будет под праздничными арками, выполненными в стиле рождественского венка. Пока все зимние персонажи отдыхают на складе городского центра по благоустройству и озеленению. Украшаем праздничные дуги лапником на площади Ленина. И будут установлены эти дуги на бульваре Гончарова. Кроме этого, у нас на складе стоят 8 оленей, 8 снеговиков, карета, которые будут установлены силами нашего предприятия на объекты в соответствии с праздничным оформлением городских объектов. В городской администрации утвердили эскизы преображения также площадей, парков, скверов, мостов. Если в прошлом году в украшениях преобладали спортивные мотивы, то в этом сезоне город украсит традиционные рождественские и новогодние символы. А вот фасады бизнес-объектов предприниматели украшают сами. В администрации города Ульяновска была разработана концепция украшения города к новогодним праздникам и Рождеству. Соответственно, для всех объектов бизнеса, которых мы собирали на базе нашего управления развития предпринимательства, мы им эту концепцию доводили и предлагали им предложить свои варианты украшения своих собственных объектов, бизнес-объектов к Новому году, с тем, чтобы они вписывались в общую канву украшения города. Нам бы хотелось, чтобы объекты не выглядели оляписто. Немало предложений внесли и сами горожане. Неравнодушные ульяновцы сошлись во мнении, в городе должно быть больше света. К слову, установленные конструкции уже начали подключать к городской электросети. Все монтажные работы обещают завершить до 1 декабря. Кристина Агафонова, Мария Сафронова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Водители вновь проверили на трезвости. Импровизированный пост организовали в Ленинском районе на подъезде к Императорскому мосту. Здесь госавтоинспекторы провели очередной профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД останавливали практически каждую проезжающую машину. По мнению законопослушных водителей, проверка документов занимает считанные минуты. Но благодаря таким мерам любителей сесть за руль в состоянии опьянения становится меньше. «Нетрезвый водитель, он создает не просто помеху, он создает угрозу не только другим водителям, но и пешеходам, и самому себе в том числе». Рейд принес свои результаты. Выяснилось, 35 водителей сели за руль нетрезвыми, причем четверо из них попались повторно. Одного из таких нарушителей задержали в Засвияжском районе. В дежурную часть поступил звонок, что на улице Шолмова водитель в состоянии опьянения пытается поехать на автомобиле. На место выехал ближайший экипаж. Прибыв по указанному адресу, инспекторы заметили автомобиль, схожий по приметам. Выяснилось, что водитель раньше уже попадался за нетрезвое вождение и вновь сел за руль пьяным. Позже уже на улице Корунковой полицейские заметили автомобиль ВАЗ-2112, водитель которого при виде патрульных попытался скрыться во дворе дома. При проверке оказалось, что водитель управлял автомобилем также в состоянии опьянения. Необходимо создать условия для развития промышленности. Лидер ЛДПР подчеркнул, что России нужна грамотная отраслевая политика. Ключевые отрасли национальной экономики страны должны иметь единую стратегию управления и получать постоянную государственную поддержку. Цитата. «России нужна такая модель экономики, которая будет защищена от нестабильности. По мнению Владимира Жириновского, для этого необходимо создать выгодные условия для развития промышленности внутри страны, акцентируя внимание на государственной поддержке стратегически важных для российской экономики отраслей. Например, таких, как автомобилестроение. Вот как должны работать все отраслевые заводы». Цитата. «Все автомобильные заводы синхронно подчиняясь одной стратегии. А у нас, где успехи в автомобильной промышленности, эта отрасль подчиняется разным хозяевам. Здесь нужно обязательно какой-то объединяющий элемент ввести в отраслевом управлении», отметил лидер ЛДПР. Также Владимир Жириновский сообщил, что для положительного развития экономики торговая надбавка на товары, продаваемые в России, не должна превышать 20% от закупочной цены. Председатель ЛДПР предложил вкладывать деньги напрямую в производство, избегая посредников. Свидетельство о рождении из рук губернатора получила Алиса Рыбникова, а точнее ее родители. С такой приятной церемонии началось совещание по демографическому совету, на котором глава региона Сергей Морозов подписал проект «Патриот-2030». О чем этот документ узнал наш корреспондент? Совет по демографической семейной политике в этот раз начался необычно, а с торжественной регистрацией новорожденной. Малышке Алисе Рыбниковой, которой всего несколько дней от роду глава региона, вручил первый документ – свидетельство о рождении. Момент, конечно, трепетный, признаются родители малышки и клянутся любить свое чадо вечно. Немного, конечно, волнения у нас чувствует. Ну и радость. Куда без нее. Нам все-таки 8 дней уже. Мы очень рады такой возможности, что нам выдал такой приятный случай, что вот именно наш губернатор учит нашей маленькой девочке. Будет ей чем похвастаться перед своими сверстниками, когда вырастет. После торжественной части президиум Демсовета приступает к делам насущным, обсудили новый приоритетный для региона проект «Патриот-2030», который вступает в силу с января 2017 года. Четыре проектные команды, которые будут работать по основным направлениям демографической политики региона, уже созданы, докладывают специалисты. Направление эти это известно, потому что это показатели, которые характеризуют демографическую ситуацию в каждом регионе, в том числе и в нашем. Это увеличение рождаемости, снижение смертности. Это вопросы, которые касаются нашей молодежи. Это какие у нас сегодня имеются показатели по бракам и продолжительность жизни. Регион должен выйти на положительную демографию. Это и есть стратегическая задача проекта. Для того, чтобы ее реализовывать, необходимо объединиться всем – власти, социальным институтам, людям. В проекте учтены все демографические показатели. Это его главная особенность. Это самый главный проект Ульяновской области. Поэтому все усилия – организационные, управленческие, финансовые, материальные, технические – будут направлены на реализацию этого проекта. Реализовываться проект будет в два этапа – с 2017 по 2021 годы и с 2022 по 2030 годы. Будет проведена паспортизация семей беременных женщин. Планируется организовать социальное сопровождение семей, а также будут заключаться социально-демографические контракты. Любовь Фомичева, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. В Ульяновской области стартовал региональный этап профессионального конкурса для молодых учителей «Педагогический дебют». В конкурсных испытаниях принимают участие 37 молодых педагогов и руководители образовательных учреждений. Первый тур – это презентация своего опыта, визитная карточка и ведение урока. Второй – защита проекта «Моя инициатива в образовании» и публичное выступление по заданной теме. Подробности в нашем сюжете. Алина Валиева – учитель физкультуры из Димитровграда. Преподает она первый год и сразу же решила стать участницей педагогического дебюта. По ее словам, этот конкурс даст бесценный опыт общения с коллегами из других школ. Безграничные возможности посмотреть на себя со стороны, на других участников, как они себя ведут во время урока и как в дальнейшем строить свою работу с детьми. Региональный конкурс «Педагогический дебют» – это способ выявить талантливых молодых педагогов, говорят специалисты. Уже не первый год представители Ульяновской области успешно выступают на профессиональных конкурсах на федеральном уровне. И, конечно, выбрать самых-самых достаточно сложно, признаются жюри. Андрей Чичуков – победитель прошлогоднего педагогического дебюта. Сегодня он сам оценивает таких же молодых и амбициозных. Хорошего учителя от учителя, не очень хорошего, отличая то, что он умеет правильно ориентироваться во всех ситуациях, которые возникают, и донести этот материал так, чтобы детям было полезно, приятно учиться. А главное, он вкладывался в ту учебную программу, которая от него требовалась. Но выявить талантливых молодых педагогов мало. Нужно их еще уметь поддержать. Победитель регионального этапа получит денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Вообще, в Ульяновской области реализуется целая система поддержки молодых педагогических работников. В частности, им предоставляется единовременная денежная выплата в размере 10 тысяч рублей. И ежемесячно плюсом к зарплате тысячи рублей. Ключевая задача – мы понимаем, что молодой педагог 3 года, он в этом статусе. За эти 3 года мы должны сделать так, чтобы молодой педагог прирос в системе образования и уже не имел желания уйти. Для учителей, проживающих в сельской местности, дополнительно за каждый год работы в течение трех лет предоставляется от 20 до 60 тысяч рублей. В бюджете 2017 года средства на выплаты молодым специалистам запланированы в полном объеме, а это 37 миллионов рублей. Элла Шахова, Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Финал регионального фестиваля «Суденческая осень-2016» прошел во дворце культуры губернаторским. Студенты ульяновских вузов предстали перед строгим взором судейской коллегии, чтобы узнать, какой университет по праву можно назвать лучшим. Подробности у нашего корреспондента. Мандраж, волнение, страх перед выходом на сцену, эмоции просто зашкаливают. К этому событию студенты Ульяновской области готовились не одну неделю. И вот старт финального этапа региональной студенческой осени ДАН. Новичков здесь мало, в основном участники опытные. Эта студенческая тусовка затягивает, говорят ребят. Это особая атмосфера, это люди, это новые знакомства. И когда ты выступаешь на сцене, ты даришь эмоцию, а тебе они, ну, зрители обратно отдают. Это очень круто. Атмосфера вообще замечательная, очень чувствуется поддержка болельщиков, и это еще больше заряжает. Поэтому хочется выходить на сцену, выступать, показывать то, к чему готовились очень долго. Всего в студенческой осени участвовало пять вузов. Фантазии команд не было предела. В каждое выступление участники вложили свою душу. Университеты, как могли, старались покорить жюри. Неиссякаемый запас таланта и творчества показали все без исключения. Проникнувшись соревновательным духом, на месте не могли усидеть и зрители. Болельщики топали, хлопали, танцевали флэш-мобы и скандировали названия любимых вузов. Политех! 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 Ну, мы пришли, у нас тут осень, потому что это самое лучшее мероприятие вообще, которое только может выйти в году. Мы болеем за наш любимый политех, потому что он самый крутой, оригинальный, сильный и самый лучший. На самом деле уровень достаточно высокий, учитывая то, что недостаточно было мало дней на подготовку, и я обязательно в следующем году буду участвовать сам. Потому что мне очень сильно понравилось, я зарядился этой энергетикой и жалею, что в этом году не успел. Жюри на этом студенческом фестивале творчества было не совсем обычное. Помимо профессионалов, выступления оценивали проректоры вузов. Полноправными судьями их, конечно, назвать нельзя. Они не имели права голосовать за свой университет, но решение интересное поделились организаторы. На мой взгляд, этот проект еще и некий ответ, ну где она, это ваша молодежная политика? Ну вот она, это наша молодежная политика. По результатам студенческой осени 2016 первое место заняли ребята из педагогического университета, второе место у технического университета и третье место поделили авиационный институт и сельхозакадемия. Васа Рассадина, Любовь Фомичева, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Следующий выпуск программы Вести Ульяновск смотрите в 18.20. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Сейчас в Ульяновске минус 1 градус. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер юго-западный 8 метров в секунду.